здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала с вами снова елена и канал женские секреты сегодня речь пойдет о смородине осенью ее нужно обязательно обработать особенно если у вас были проблемы со смородиной ну то есть была мучнистая роса были какие-то букашки была тля сейчас самое такое подходящее время обработать ее и сейчас можно обработать именно такими более сильными препаратами нежели во время цветения во время плодоношения этого делать нельзя осенью как раз самое подходящее время начнем конечно для начала нужно смородину обрезать но если обрезать ее еще допустим рано то обработать ее от вредителей самое время пока вредители не ушли в спячку и не зарылись землю начну я пожалуй с препаратов которые лучше использовать вот сейчас осенью я здесь приготовила так очень хорошо обработка октарой очень хорошо топазом отлично они работают в тандеме то есть разводите и тот и другой препарат по инструкции потом соединяете все это вместе добавляете зеленое или хозяйственное мыло и этой смесью обрабатываете конечно перед обработкой листья должны быть удалены еще один хороший препарат фуфанова ну и и можно обрабатывать даже во время плодоношения ну и осенью что найдете если были проблемы с гнилями с какими-то пятнистостями на листьях очень хорошо обработать ее осенью медным купоросом или вот бордовской жидкостью то есть она борется с грибковыми заболеваниями и вы избавитесь от этой заразы на следующий сезон весной обработку желательно бы повторить до распускания почек если вы немножко задержались с обработкой и боитесь что вредители уже залегли в спячку купите карбофос разведите его по инструкции и хорошо пролейте все под кустами они повыскакивают и сами или умрут прямо в верхнем слое почвы медный карбофос тоже очень хорошо помогает то же самое можно сделать весной до распускания почек теперь о подкормках осенью смородину конечно кормить азотными удобрениями ни в коем случае нельзя поэтому лучше всего подойдет монофосфат калия который делаем вытяжку и проливаем потому что но если у вас еще тепло то можно просто сухим посыпать но в принципе его удобнее конечно разводить и до каста до корней быстрее все это дойдет и растение уйдет в зиму подготовленным проливать раствором нужно за две-три недели до наступления заморозков потому что в холодной почве плохо корни работают плохо впитывается вот именно фосфор отвечает за работу корневой системы поэтому вот этот тандем монофосфат калия самый такой подходящий для осенних подкормок калий отвечает за хорошую зимовку и за закладку цветочных почек и за урожайность в следующем сезоне то есть если вы сейчас эту подкормку упустите то весной будет это ну и может быть и не поздно цветочные почки закладываются осенью поэтому подкормка сейчас обязательно если вы не сторонник синтетических каких-то препаратов хотя сейчас вреда от них никакого не будет конечно нужно обязательно золом можно сделать вытяжку из золы настоять ее и пролить можно посыпать сухой если погода дождливая можно просто сухой золой посыпать обязательно под каждый куст хотя бы пол ведра а то и ведро перепревшего перегноя хорошего компоста есть еще такое мнение что смородина очень любит крахмал и сушат картофельные очистки и подкладывают ну так можно конечно развести мышей сыр и очистки ни в коем случае бросать нельзя потому что мыши будут тут как тут мы и так с ними не успеваем бороться а вот подсушенные корочки картофельные если вы заделаете под корень ну в принципе глубоко не нельзя рыхлить у смородины поверхностная корневая система вокруг куста раскладываете эти сухие очистки картофельные сверху мульчируете компостом этот вариант тоже приемлем я конечно не могу сказать насколько это действенна но для себя я решила что в городской квартире всю зиму сушить картофельные очистки ну и зиму и лето как-то не не очень так удобно скажем сейчас уже сезон заканчивается конечно можно было это делать летом но раз уже этого не сделано я думаю что весной можно будет взять пачку крахмала развести пару ложечек на ведро воды и пролить то есть этот вариант ну может быть он более затратный но зато быстрый и безболезненный и не будет никаких мышей и крахмал картофель смородина получит вовремя то есть весной как только начинают набухать почки даем весеннюю подкормку и обязательно к ней добавляем раствор крахмала такой вариант я считаю будет более удачным если у вас нет перегноя то выручить вот такая зеленое удобрение практически все дачники ставят где сбраживают траву где-то у кого-то в бочке у кого-то в баке неважно но в вот эту гущу то что там осталось она прекрасно может заменить перегной высыпать ее нужно перед самыми самыми заморозками чтобы ну как бы не по не пошли в рост новые почки все-таки это азот поэтому перед самыми уже можно даже по снегу раскидывать и обязательно пролить карбофосом чтобы вот здесь как всегда много всяких букашек личинок то есть чтобы вот это все не принести себе под куст и не приумножить полчища всяких ненужных кого вредителей в принципе можно даже сюда же в эту бочку добавить карбофос они здесь все быстренько окочурятся и потом уже раскладывать то есть это как альтернатива компосту или перегною ну а теперь поговорим об обрезке красная золотистая и черная смородина обрезаются немножко по-разному если черная смородина четырехлетней ветки вырезаются совсем то у красной и золотистой смородины ветки плодоносят 5-6 лет то есть торопиться с удалением старых ветвей не нужно в первую очередь нужно сделать санитарную обрезку убрать все кривые все подгнившие сломанные и больные ветки а потом уже браться за формирование самого куста на здоровом кусте у черной смородины должно быть 15-20 веток и они должны быть разного возраста допустим 3-4 ветки трехлетние 3-4 ветки 2-летние 3-4 ветки 1-летние и 3-4 ветки должны быть первого года то есть вот они они не молодые веточки которые наросли а именно нулевые побеги которые идут из земли старые ветки мы убираем а нулевые побеги будут возмещать вот этот пробел чем шире сделаете чашу у смородины тем лучше будет проветриваться косты тем лучше будет урожай и меньше будет заболеваний то есть начинаем обрезать сначала ветки по периметру те которые лежат на земле или от урожая касаются земли это мы убираем в первую очередь исключение составляет только те ветки которые нижние если мы хотим развести данный сорт и мы ее преклоняем пришпиливаем и она укореняется на следующий сезон ее можно отсадить но обработать ее от вредителей обязательно нужно также вместе со всеми остальные нижние ветки все убираем потом начинаем формировку из из центра куста смотрим самые старые удаляем потом переходим к периферии но об этом мы поговорим более подробно сейчас про инструменты вам понадобится секатор обязательно острый и обязательно обработанный вам понадобится вот такая есть у меня замечательная ножовка садовая инструменты конечно у кого какие есть если такой ножов очки нет вот это вот очень удобно выпиливать веточки сучья если такой ножов очки нет можно взять обыкновенную ножовку с мелкими зубчиками и аккуратно ей выпиливать старые ветки потому что ветки 3-4 летние они уже достаточно прочные секатор их явно не возьмет после обрезки если ветка толще карандаша то нужно обязательно замазать садовым варом все срезы особенно это касается удаление старых веток там диаметр бывает и до трех сантиметров и рана достаточно большая в нее обязательно заползет какая-нибудь зараза то есть садовым варом обрабатываем сразу же после обрезки ну а теперь посмотрим сами кусты что удалять и что не удалять ну а теперь давайте разбираться вот куст смородины так вот видно ветка она уже надломанная явно она здесь не нужна что касается обрезки обрезать нужно вот максимально приближена к стволику чтобы не оставался пенек как мог как можно чище вот этот срез должен быть секатор взяла я не очень удачный и и здесь достаточно большая появилась ранка поэтому ее нужно обязательно замазать садовым варом но после обрезки будем заполнять садовым варом все вот эта веточка вот она внизу расположена она достаточно гибкая ее конечно нужно обязательно удалить но у меня просили вот этот сорт он очень удачный очень крупные ягоды я ее оставлю ее нужно вот так при помощи крючка какого нибудь пришпилить к земле сверху присыпать землей ее нужно пришпилить к земле крючком сверху чуть-чуть присыпать землей и на следующий год вот эта ветка превратится в самостоятельный куст и тогда ее можно будет уже отделить от основного растения так теперь смотрим что здесь вырезать сейчас как-нибудь подберемся для начала вот все-все листья все до единого нужно собрать и те что висят видите вот уже вот эта ржавчина то есть вот эти листья все нужно ободрать обязательно иначе на следующий год будет то же самое все листья собираем и обязательно сжигаем теперь смотрим вот эти старые ветки толстые они идут из центра куста то есть когда-то они были молодыми вот этот побег вот светленький вот этот вот этот нулевой вот его нужно оставить вот этот он уже не нулевой он растет от той ветки если мы сейчас уберем вот эти старые ветви вот этот тоже был нулевой побег но он достаточно мощный вырезаем вот так прямо не оставляя пенька под самой-самой под самой землей как определить возраст ветки вот эти молодые приросты которые светло-серые это первого года где-то здесь вот есть кольцо и видно когда меняется цвет коры там становится она немножко потемнее это второго года это вот молодой побег но он вот этот молодой побег он не дал разветвление он как бы был нулевым он высокий и лысый поэтому чтобы заставить его ветвиться его нужно укоротить укоротить его можно прямо почти наполовину иначе на нем ничего путнего не будет обрезать нужно вот так чтобы почка на полсантиметра выше почки и чтобы почка смотрела наружу то есть чтобы куст наш разрастался вширь еще немаловажно так где она у нас срез нужно сделать под углом 45 градусов над почкой чтобы вот сюда не попадал ну при дождях как можно меньше попадала влаги взяла я неудачный секатор так то есть сначала мы вырезали вырезаем вот эти толстые ветки вот если идет прямой побег это вот первогодка вот это получается второго года а тот откуда он растет это уже третьего года и в конечном итоге вот эта ветка получается уже четвертого года то есть она уже старая ее нужно выпилить вот это тоже можно в принципе убрать но если убрать вот эти все три старые ветки то куст получится пустой можно сделать по другому вот это вот место оставим а омолаживать будем с середины то есть вот вот этот можно вот эту ветку она растет в центре и ее можно вот так убрать секатором я ее не возьму ее нужно отпилить чтобы куст был открытый в центре и загущения не было вот в старых ветках должно остаться 3 или 4 потом те которые от них идут там еще 3-4 ветки и всего должно остаться где-то около 20 тогда кустик будет аккуратный и не будет загущения вот жирный такой побег длинный вот он мне совершенно такой не нравится его я тоже обязательно укорочу хочу я найти все таки где древесина различается посмотрите он вымахал больше метра понятно что на нем толку особого не будет его можно подкоротить на следующем в следующем сезоне конечно урожая он не даст но он даст разветвление что еще хочется сказать вот как раз искала не нашла теперь вижу вот обратите внимание вот на эту почку вот нормальная почка выглядит вот так она длинненькая вот нормальная почка длинненькая а вот эта почка круглая толстая вот здесь живет клещ то есть его нужно обязательно вот эти почки если где-то они попадаются обязательно их нужно собрать и уничтожить если вы вот эти почки оставите то клещ расползется по всему растению и его будет здесь ну это получается домик где отложил клещ свои личинки и весной они все выйдут наружу то есть вот такие почки кругленькие обязательно нужно обобрать обобрать придется вручную как куст обрезали листья убрали все стало лысо и все видно хорошо то есть все это убираем теперь если приросты этого года у вас слишком длинные то желательно их подкоротить вот сейчас конечно уже трудно увидеть вот видно тут древесина вот это более старое тут такое небольшое утолщение вот тут идет это кольцо и дальше идет молодой прирост он обычно по цвету отличается и особенно если вот эти макушки не вызрели их тоже нужно подстричь потому что во первых они не перезимуют во вторых это у вас будет мочнистая роса на них стопудово и вот от начала вот этого годового нового прироста нужно оставить где-то сантиметров 20 то есть 5-6 почек макушку лучше обрезать это способствует тому чтобы ягоды у вас на следующий сезон были более крупные и пусть не будет такой огромный и безобразный вот он у меня он растет около тропинки конечно он в прошлом году я его не подрезала потому что он еще был молодой и побеги были очень длинные хотя их надо было ограничить вот отсюда идет побег нового года и я считаю там 5-7 почек и обрезаю макушку так чтобы во первых по диагонали под 45 градусов и чтобы почка смотрела не вглубь куста а наружу то есть она пойдет сюда ко мне и куст должен хорошо проветриваться но на этом как бы вроде бы с обрезкой все я покажу уже потом когда обрежу как будет выглядеть этот же самый куст после обрезки золотистая смородина у меня молодая здесь особо резать нечего единственное что нужно только санитарную обрезку вот некоторых веток которые вот низко расположены вот они они явно не дадут урожая и они более подвержены заболеваниям вот где-то тут еще ягодки висят у них макушки обрезать только вот такие вот если они подсохшие то такие макушки нужно прищипнуть обработка от вредителей проводится точно так же так ну и вот здесь у меня еще два кустика красной смородины у них тоже удаляем только ветки которые поврежденные сломанные там еще висят ягодки красная смородина она тоже очень вкусная вот здесь нужно убрать только те которые вот волчок вот он растет он как бы показать вот он начал расти и не вырос то есть не успел за сезон и толку от него совсем никакого то есть его вот можно убрать и ветки которые расположены низко вот еще волчок волчки это вот смотрите вот эта ветка первого порядка она вот высокая длинная она не хочет разветвляться ей можно помочь прищипнув макушечку самую то есть плодоношение на ней будет но она будет разветвляться чтобы не были вот такие длинные ветки и голые куст становится раскидистый неаккуратный занимает много места но ягод от этого больше не будет также вот эти вот скрещивающиеся ветви их нужно либо расправить вот я похоже просто проходила и сама их так загнула вот те которые пересекаются и друт трутся друг от друга их тоже нужно убрать либо подкоротить эту ветку либо подкоротить эту ветку и делаем так чтобы она дальше шла допустим до этой почки чтобы она пошла в другую сторону после почки вот еще один кустик молоденький это золотистая смородина она мне досталась по наследству старый куст был и он был очень больной и самый такой враг даже не для смородины а стеклянница если при обрезке вы обнаружили внутри ветки отверстие черное значит ваш куст поражен стеклянниц особенно на старых вот таких ветках которые ну самые первоначальные вы можете увидеть там прям целая черная такая дыра если попадется я конечно покажу и вот этот куст он был взрослый но когда я начала его обрезать обнаружила что там вот в таких в толстых стеблях там практически целая вот ну как ход лаз черный то есть он пораженный стеклянницей он у меня рос он у меня цвел и потом увидали цветы ягод не было ну и куст пришлось выкорчевать единственно я взяла с него вот молодой росточек со здоровыми стеблями без поражения стеклянницей и отсадила отдельно теперь у меня кустик вот этот здоровенький если где-то попадется стеклянница я обязательно покажу ну вот чтобы она не заселилась обязательно нужно срезы обрабатывать садовым варом потому что в мягкую древесину в срез она залезет обязательно и куст может поразиться полностью сначала она залезает вот в молодые веточки проделывает лаз до самого корня и может оттуда уже там где вот они соединяются ветки из корня может пойти по другим веткам может в соседнюю ветку заселиться то есть попав в одну веточку она проделывает ходы внутри зимует она там же ближе к корню в толстых стеблях там же она свое потомство выводит и вы можете весь куст если вовремя не убрать не удалить ветку пораженную можете потерять весь куст он будет расти он будет зеленый но ягоды вы не увидите может быть когда-то сталкивались с тем что висят ягодки и не зреют или они осыпаются или они усыхают прямо на ветке это вот проделки стеклянницы то есть ветка она вроде бы как живая но внутри древесина проеденная и поэтому ягоды вы не увидите хорошие если обрезку можно проводить до поздней осени то обработку нужно провести сейчас пока все вредители не ушли в спячку те листья которые можно удалить желательно их удалить под кустом обязательно все вычистить все отходы обязательно сжигаются и проводим обработку от вредителей от грибковых заболеваний ну я буду делать кардинально потому что вот этот куст у меня вообще очень сильно больной я не знаю какой это сорт это мне достался по наследству вместе с дачным участком ягоды здесь было немного я вообще хотела было его убрать уж не дает вот его нужно тщательно весь вырезать и вот он подвержен видите какие листья да то есть все листья буду обрывать и все буду сжигать и буду обрабатывать золотистая смородина выглядит гораздо лучше и вот здесь у меня есть два сорта три осенний вальс вот это я не помню как называется и сибилла у нее были очень крупные вкусные ягоды обязательно его нужно обработать и обрезать но заболевание тоже как видно бушует и мучнистая роса тут и все потому что пока были ягоды обработки никакие я не проводила сейчас самое время им этим заняться все обработки проводятся в сухую погоду пока сегодня завтра еще обещают у нас солнышко нужно срочно все это привести в порядок если обрезку можно делать до самых заморозков то вот от заболеваний нужно в сухую погоду опрыскать чтобы раствор как можно дольше держался на кустах и на листьях ну если кустов много конечно все ободрать их не получится но вот такие самые страшные листья конечно нужно убрать вот мучнистая роса вылезла потому что стало сыро и холодно обязательно профилактическую обработку вторую обработку сделаем весной ну что ж все мы интересно красиво рассказали теперь осталось все это сделать воплотить в жизнь и вот кустики до обработки выглядят вот так так вот кустик я разгрузила убрала несколько старых веток осталось их замазать садовым варом но в процессе укорачивания вот она работа стеклянница вот в середине дырочка то есть эту ветку я хотела оставить на плодоношение но придется ее вырезать до здоровой ткани чекаем до тех пор пока есть признаки хорошенько вот такие толстенькие срезы замазать вот эти волчки они были очень толстые и очень длинные но на них плодоношения нет чтобы вызвать ветвление надо их подкоротить то есть вот отсюда пойдет смотрим наружу почка здесь пойдет вот сюда но поскольку у меня этот куст находится около тропинки и у него ограниченное пространство я постаралась сделать его чтобы он в ширину рос сюда на тропинку не вылазил вот эти ветки подкоротила можно было бы конечно убрать вот эту ветку совсем поскольку она тут упирается но тогда у нас куст останется лысым сейчас мы его разгрузили тут конечно процесс творческий каждый выбирает сам как ему формировать но разгрузить я его разгрузила и в следующем году пойдут отсюда от корня пойдут молодые нулевые побеги которые будут замещать вот эти старые ветки они уже трехлетки еще один год отплодоносят и урожайность будет падать поэтому для нулевых побегов нужно освободить место чтобы они могли спокойно ровно развиваться но вот эти ветки подкорачивать я не стала потому что здесь вот в плоскость в ширину они как раз хорошо проветриваются и солнышко им всем хватает те которые находились там внизу я все поубирала вот этот можно было бы тоже как убрать но тогда у меня плодоносящих веток останется мало я их просто подкоротила чтобы вот они пошли сюда это пойдет вверх это пойдет вот в ту сторону почка ну теперь осталось пролить и обработать такое количество ветвей у меня было обрезано то есть на каждой из них есть почки это каждая веточка каждая почка превратится в лист и лишние листья кривые ветки они будут только загущать куст и мешать хорошему плодоношению смородины чем меньше останется веток плодоносящих ну конечно в пределах разумного тем ягода будет крупнее в августе вот эти веточки я немножко подкорачивала они разветвились но сейчас подкорачивать как бы уже поздно только те которые тонкие которые не вызревшие подкоротила у них пойдет разветвление и в ту и в другую сторону то есть на следующий сезон этого будет незаметно но у них пойдут боковые веточки и будет уже увеличение урожая но это на молодых ветках те ветки которые старые конечно они просто-напросто выпадут на следующий сезон буду вырезать вот сердцевину когда появится уже вот этот вот взрослый старый вот эту ветку центральную когда будут молодые нулевые побеги то есть два года первый год они подрастут второй год они начнут ветвиться и потом уже вот эту можно будет центральную убрать ветвь все срезы я замазала кстати имейте ввиду что садовый вар при низких температурах очень плохо прилипает поэтому все-таки обрезку лучше проводить в солнечную погоду и когда тепло но хочу еще сказать вот этот момент вот здесь теперь в центре куста стали видны почки вот эти из этих почек пойдут волчки то есть будут длинные жирные побеги которые нам по сути не нужны и мы их потом будем удалять поэтому вот эти нижние почки я считаю что нужно их удалить но это лично мое мнение нам нужны ветвления вот здесь на ветвях второго порядка а вот снизу вот эти почечки они нам не нужны потому что летом когда все это распустится мы их просто не найдем проще сразу изначально убрать вот эти почки чтобы было меньше волчков и куст развивался в том направлении в котором нам нужно это если почки уже хорошо видны вот они вызревшие сейчас вот теперь как бы они не распустились по второму кругу такие у меня красивые чистые кустики после обрезки теперь нужно пролить их калием так вот там не не замазала все-все под кустом вычищено практически половина веток либо срезана либо укорочена но зато кусты проветриваются солнышка достаточно даже те ветки которые вот эти жирные я их подкоротила они не будут плодоносить на следующий год но они будут разветвляться то есть куст чтобы он был не слишком такой огромный но в то же время концевых веточек было больше но вот это вот золотистая смородина ее конечно я ее только санитарную обрезку сделала вот они нулевые побеги это которые будут потом замещать вот тут веточка это я прикапывала чтобы отсадить отдельно но под кустиком все чисто если вам понравилось данное видео ставьте лайки подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик в верхнем углу чтобы не пропустить следующее видео а я на этом с вами прощаюсь с вами была Елена и канал женские секреты всем удачных урожаев хорошей зимовки вашим растениям и до новых встреч субтитры 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 субтитры